Добрый день, добрый день. Большое вам спасибо за то, что пригласили меня. И я немного нервничаю, потому что Московский университет – мой кумир. Когда я был ребенком, я так много узнал о Москве, я так много узнал о Советском Союзе, я так много узнал обо всем, что происходит сейчас, о науке Московского университета. А вы, ребята, такие умные, изучаете физику, химию и все эти замечательные вещи. У меня не очень хорошо получается учиться в школе. Я трижды проваливался при поступлении в университет. Я никогда в жизни не думал, что смогу выступить здесь с речью. Так что спасибо вам за то, что пригласили меня, спасибо, что поделились со мной информацией. Я совершил много ошибок, когда был маленьким и ребенком. Я думаю, что если вы добьетесь успеха, то каждая ваша ошибка станет легендарной. Если вы потерпите неудачу, то это будет просто мусорный бак. Вы понимаете, о чем я говорю? Я думаю, что у каждого из нас есть замечательные истории. У каждого из нас было много ошибок. У каждого из нас есть много проблем. Но очень немногие люди прислушиваются к вам. В один прекрасный день, когда вы добьетесь успеха, люди, слушая вас, скажут, «Вау, вы просто великолепны!» Я не такой уж и великий человек. Я родился в нормальной семье и плохо учусь в школе. Конечно, я старался усердно учиться, но в то время, когда я был мальчиком, моя школа была не так уж хороша. Так что я потерпел неудачу в поисках работы, в поисках поступления в университет, в хорошие школы. Но я никогда не сдаюсь. И я думаю, что есть одна вещь, которую я усвоил, это то, почему у вас должен быть шанс добиться успеха. Каждый человек должен привыкнуть быть таким, привыкнуть терпеть неудачи, но не привыкать к тому, чтобы его принимали другие люди. Почему другие люди должны помогать вам? Вы должны заслужить право на то, чтобы вам помогали. Итак, вот чему я научился. Никогда не сдавайтесь. Мой шанс еще не представился. Когда все жалуются, это и есть та самая возможность. В молодости, когда я заканчивал среднюю школу или университет, я всегда думал, что Билл Гейтс уволил меня с работы. Билл Гейтс добился всего самого успешного в своей жизни. Ларри Харрисон из компании Oracle воспользовался всеми открывшимися перед ним замечательными возможностями. Компания IBM извлекла из этого пользу. У нас, людей, нет никаких возможностей для этого. И я думаю, что ставлю перед собой слишком высокие цели. Я должен стремиться поддерживать и помогать окружающим меня людям. Делайте только самые незначительные вещи. Я никогда не думал, что смогу быть таким сегодня. По прошествии 18 лет компания Alibaba стала такого же размера, как сегодня. Вовсе не потому, что я умный. Я не считаю себя умным человеком. Но я работаю со многими умными людьми. И я думаю, что добиться успеха быстро не так-то просто. Каждый раз ко всему, что мы делаем, мы готовимся в течение 10 лет. Я знаю, что не отличаюсь большим умом. Если мы хотим добиться успеха, то должны победить 10 лет спустя. Если мы хотим добиться успеха, мы должны работать с умными людьми. Если мы хотим добиться успеха, мы должны совершать много ошибок и никогда не сдаваться. Очень многие люди совершают ошибки, и в этом их проблема, а не сдаются. Мы никогда не сдаемся. Мы учимся на ошибках. И я думаю, что когда мы наполним это послание опытом, которым я хочу поделиться, советом, который я хочу вам дать, вы будете судить о том, добьется этот человек успеха или нет. Потому, где он потерпит неудачу, он считает, что это его вина или другая вина. Если он думает, что я потерпел неудачу из-за других, то у этого парня нет ни единого шанса. Те люди, которые терпят неудачу, всегда думают, что это моя вина. Я не сделал этого должным образом. Так что я многому учусь у тех людей, которые терпят неудачу. Я многому учусь у тех людей, которые совершали ошибки. Я многому учусь на своих ошибках. Так вот, именно таково мое жизненное отношение к жизни. Когда я терплю неудачу, я говорю, вот видите, я потерплю неудачу. Когда я добиваюсь успеха, я говорю, я никогда не знаю, смогу ли я добиться успеха. Это вселяет в меня очень позитивный настрой и оптимизм. К тому же из-за стольких ошибок и слишком большого количества неудач я никогда не жалуюсь. Боже, я уже привык к этому. Мы совершаем ошибки каждый день, даже по сей день. Мы почти каждый день принимали глупые решения. Об этом никто не знает наверняка. Мы думали, что это было умно, но в конце концов оказались глупыми. Но мы учимся и делаем это снова и снова. Мы учимся и делаем это снова и снова. Именно так и должно быть. Именно таково наше жизненное отношение. Али Баба начинает с того, что у него нет ни денег, ни технологий, ни людей. В моей квартире 18 человек решили, что мы хотим использовать интернет-технологии для оказания помощи малому бизнесу. Именно в этом и заключалась наша идея. По прошествии 18 лет наш штат вырос с 18 человек до сегодняшнего дня. Это действительно непросто сделать. Но мы выжили. На сегодняшний день мы являемся одной из крупнейших интернет-компаний в мире. Я думаю, что нам крупно повезло. Мы совершили так много ошибок, но все равно выжили. Как же вам может и дальше сопутствовать удача? Вот в чем вопрос. Продолжайте задавать мне эти вопросы. Я думаю, что если вы хотите, чтобы вам и дальше сопутствовала удача, вы должны поделиться своей удачей с другими. Вы дарите удачу другим, вы помогаете другим, а другие в будущем будут помогать вам. Именно так я и думал в течение последних 10 лет. Компания Alibaba родилась в Китае. Но компания Alibaba не должна быть китайской компанией. В тот день, когда я выбрал название Alibaba, я понял, что Alibaba это не китайское название. Это арабское название, и Иран сказал, что это ироничное название. В Турции говорят, что это название индейки. Я не знаю, откуда взялось это название, но это название взято из рассказа Alibaba «Тысяча один ночь». Мы хотим сделать эту компанию компанией, которая родилась в Китае и помогла всему миру. Мы помогаем молодой глобальной компании, молодым людям. Как я уже говорил, в каждом столетии появляется компания на века вперед. Компания Microsoft была компанией прошлого века. Это было великое столетие. Компания IBM была компанией века. Что же представляет собой компания этого века, 21 века? И я думаю, что нам не следует думать об Alibaba. Мы всегда должны, зарабатывая деньги, служить китайцам. Мы должны зарабатывать деньги, служа всему миру. Мы должны служить этому столетию. Я думаю, что только таким образом мы сможем добиться большего. Наша компания сегодня очень крупная, но по сравнению со вчерашним днем она была еще более крупной. Но по сравнению с завтрашним днем это все еще крошечная компания. Мир так быстро меняется. Мы хотим сделать так, чтобы Alibaba стала компанией века. Мы хотим сделать Alibaba компанией, оказывающей поддержку глобальным малым и средним компаниям. Мы хотим сделать так, чтобы эта компания поддерживала молодежь по всему миру, и мы хотим сделать так, чтобы у женщин было больше рабочих мест в интернете. Потому что людям наплевать на женщин или мужчин в интернете. Именно это мы и хотим сделать. И мы многое делаем за пределами Китая, в Юго-Восточной Азии. Мы также много делаем в Индии. Мы только начинаем делать больше в Америке, а также в Канаде. В России у нас есть небольшой бизнес, который называется Алиэкспресс. Может быть здешний Алиэкспресс и очень большой, но в нашей компании, вероятно, менее 1% нашего бизнеса приходится на Алиэкспресс. Но Алиэкспресс не является нашей главной целью ведения бизнеса в России. Мы не хотим быть российской компанией, занимающейся электронной коммерцией. Мы не являемся компанией, занимающейся электронной коммерцией. Мы помогаем другим компаниям заниматься электронной коммерцией. Мы надеемся, что то, что мы хотим сделать в России, мы хотим помочь в создании логистической системы в России. Россия такая большая страна, что доставлять грузы так сложно. Я не могу себе этого представить. Два года назад я познакомился с несколькими русскими девушками. Скажите, а вы пользуетесь услугами Алиэкспресс? Да, я спрашиваю, как давно вы пользуетесь услугами Алиэкспресс? А как насчет скорости доставки? Они говорят, что это просто здорово. Я спросил, что вы подразумеваете под оценкой качества. Она сказала, что прошло всего 45 дней. В России должна быть современная логистическая система, которая могла бы доставить товар в течение 48 часов или 72 часов. В любую точку России, где вы размещаете заказ онлайн, мы должны получить его в течение 72 часов. Прошло уже несколько часов. И это должно быть использовано в технологиях. Это ваша возможность, молодые люди, потому что в России ужасная логистика, и у вас есть такой шанс. Если логистика будет хорошей, то у нас не будет никаких шансов. Мы должны усовершенствовать систему платежей, в том числе онлайн платежей. Сегодня в Китае очень популярна система оплаты по мобильному телефону. Несколько недель назад я ходил к нему на прием и увидел на улице нескольких нищих. Когда вы возвращаете деньги, они пользуются мобильным телефоном на молнии, потому что у людей нет денег в кармане. Таким образом, мы в России должны были создать хорошую платежную систему, современную платежную систему, чтобы каждый молодой человек мог получать деньги. Платить деньги с наименьшими затратами. Каждый молодой человек должен иметь возможность получить финансовую помощь. И кроме того, мы должны наращивать обороноспособность России. Мы должны наращивать обороноспособность России с помощью доткомов Алибаба. Это именно то, что мы хотим сделать. Я не против того, чтобы Алиэкспресс когда-нибудь появился в России, но никакого бизнеса у нас нет. Но нам следовало бы привлечь молодых людей к разработке собственной логистики на платформе электронной коммерции, на платежной платформе Клип. Мы бы с удовольствием присоединились к этой силе. Не беспокойтесь о будущем, не беспокойтесь о нем. Не беспокойтесь о технологиях. Позвольте мне сказать вам одну вещь. Когда вы беспокоитесь о будущем, это происходит потому, что вам не хватает уверенности в себе. У вас не хватает воображения. Позвольте мне сказать вам, что будущее – это возможность для каждого человека. Особенно это касается молодежи, потому что нам нечего терять. Не так ли? Именно это я и сказал себе 18 лет назад. 18 лет назад у нас не было денег, так что нам нечего терять. У нас нет технологий, у нас нет технологий, которые можно было бы потерять. А затем мы заявляем, что верим в то, что 1020 лет спустя электронная коммерция и интернет станут мощными, если мы начнем это делать прямо сейчас. Когда многим успешным людям, преуспевающим людям не нравятся технологии, не нравится интернет, мы начали это делать. 1020 лет спустя мы станем экспертами в этой области. Через 1020 лет мы добьемся успеха. Так что я думаю, вам не стоит беспокоиться о будущем. Готовьтесь к будущему. Создавайте свое собственное будущее сами. Облачные вычисления, большие объемы данных, искусственный интеллект – все это в новинку для любого человека. Вы добиваетесь успеха только для себя. Вы не являетесь успешным новичком для себя. Так о чем же вы беспокоитесь? Во-вторых, не беспокойтесь о том, о чем беспокоятся другие люди. Особенно не беспокойтесь о том, о чем беспокоится президент и премьер-министр. Беспокойтесь о том, о чем беспокоитесь вы сами. У каждого из нас есть слишком много поводов для беспокойства. Если вы не беспокоитесь о себе, вы слишком сильно беспокоитесь об окружающем мире. Именно сегодня компания Alibaba должна побеспокоиться о результатах голосования. Вам не следует беспокоиться о результатах голосования. Вам не следует беспокоиться обо всем остальном мире. Вам следует беспокоиться о том, когда вы закончите учебу. Как же вы сможете зарабатывать себе на жизнь? Как вы можете сделать что-то по-другому? Как вы можете делать что-то веселое, интересное и помогать другим? кстати не верьте в то что технологии отнимут у людей рабочие места технологии заменит собой множество глупых рабочих мест когда произойдет первая технологическая революция появится паровая машина люди будут волноваться о боже мой паровая машина отнимет у нас много рабочих мест по прошествии 50 лет паровая машина создала еще больше рабочих мест когда появляется электричество многие компании беспокоятся о том чтобы не потерять рабочие места но благодаря электричеству создано так много рабочих мест благодаря искусственному интеллекту то они создадут еще больше рабочих мест проблема в том что в ближайшие 2030 лет может быть потеряно много рабочих мест но это короткий период времени поэтому мы люди должны научиться тому как нам выжить в эпоху искусственного интеллекта кстати а почему человеческие существа могут побеждать машины машины могут быть сильнее человеческих существ они могут быть умнее человеческих существ они могут быть быстрее человеческих существ но они никогда не смогут быть такими же мудрыми как человеческие существа потому что у нас людей есть вера у нас есть религия у нас есть сердце которого нету машин. Так что если вы хотите быть готовыми к будущему, пожалуйста не следуйте вчерашнему способу обучения и преподавания. Не пытайтесь запоминать что-то усерднее и больше, потому что компьютер может запоминать что-то усерднее и больше, чем вы. Не пытайтесь вычислять быстрее, потому что компьютер может вычислять намного быстрее, чем вы. Так что постарайтесь проявить творческий подход. Старайтесь проявлять новаторство. Старайтесь быть конструктивными. Именно об этих вещах, обо всем, чему вы учитесь, вы и думаете. Эта штука может сделать меня более творческим человеком. Эта штука может сделать меня более инновационным. Эта штука может сделать меня более конструктивным. Давайте сделаем это. А еще я думаю, что когда другие люди беспокоятся, у них появляется благоприятная возможность. Заставьте их поволноваться. Вы должны знать, что никто не сможет и не сможет остановить эту технологическую революцию. Если вы, ребята из Московского университета, не можете решить эту проблему, если вы беспокоитесь, то всего мира у 99% людей нет будущего. Будьте позитивны, начинайте это делать и решите эту проблему. Именно так я и думаю. И мы будем работать вместе. Во-первых, я все еще очень молод. А во-вторых, когда вы находитесь среди молодых людей, вы знаете, что вы все время молоды. А молодые люди – это решение для завтрашнего дня. Молодые люди – это решение для всех проблем. И молодые люди, если вы останетесь с ними, вы будете полны энергии. Но совет, который я даю молодым людям, заключается в том, что я даю такой же совет и самому себе. Ничто не дается легко. Ничто не дается бесплатно. Если вы хотите добиться успеха, вам придется заплатить за это определенную цену. Компания Alibaba за 18 лет выросла до сегодняшних размеров. Да, нам повезло, но мы работаем гораздо усерднее, чем большинство людей. Мы никогда не спим хорошо и крепко по вечерам. В прошлом году я путешествовал на самолете Flip 867 часов в год. Именно в этом самолете я и путешествовал. Мы работаем днем и ночью. Ничто не дается бесплатно. И в-третьих, вот мой совет, который я также повторяю себе каждый день. Сегодняшний день выдался очень трудным. Завтрашний день будет еще более трудным. Завтрашний день прекрасен, но большинство людей умирают завтра вечером. Вам придется очень усердно трудиться. Каждый трудный день, каждая трудная ситуация, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, это тренировка самого себя. Когда вы получаете диплом доктора философии или диплом бакалавра, это всего лишь свидетельство о том, что ваши родители оплачивают обучение в течение четырех лет. Ваша настоящая проблема заключается в том, где вы заканчиваете колледж, какова реальная статистика вашей жизни, реальная статистика экзаменов, реальная статистика тестов. Такова и есть жизнь. Так что в одном вам повезло, как я уже сказал, если студенты Московского университета не смогут выжить, то 99,9% людей в мире не смогут выжить. Только у вас есть такая уверенность в том, что вы сможете справиться с этой задачей, с нашим будущим. На самом деле мой вопрос носит несколько риторический характер. Итак, в условиях, когда конкуренция на рынке становится более жесткой, чем когда-либо, трудно ли сохранять уверенность в себе и своем будущем? Вопрос в том, что в то время, когда рынок станет более конкурентоспособным, как вы сможете сохранить уверенность в будущем, не так ли? Рынок никогда не бывает легким делом. В первые дни точно так же, как и ведение бизнеса, никогда не бывает легким делом. Люди говорят, что вести бизнес становится все труднее и труднее. Найдите людей, которые разделяют одно и то же видение, одни и те же мечты. Поработайте с ними вместе. Единственное, к чему вы прислушиваетесь, это к группе людей. Если вы занимаетесь бизнесом, прислушивайтесь к своим клиентам. Если они довольны, прислушивайтесь к ним. Если они, ваши клиенты, довольны, не волнуйтесь слишком сильно. У вас по-прежнему есть конкурентоспособные цены. Если ваши компании, если ваши клиенты довольны, прислушивайтесь к своим коллегам, к своей команде. Уверены ли они в себе? Если они уверены в себе, не беспокойтесь по этому поводу. не слушайте этих людей у вас нет ни малейшего шанса независимо от того есть ли у рынка шанс или нет обычай говорит вам об этом об этом вам скажут ваши коллеги так что никто из нас не является экспертом в области будущего большинство экспертов это люди вчерашнего дня так что на будущее лучший способ узнать об этом это знать что в первые дни у alibaba не было ни денег ни дохода нам никто не платил весь доход который мы получали это благодарственные письма по электронной почте от клиентов клиент прислал нам электронное письмо со словами у alibaba вы такая замечательная вы мне очень помогаете но у меня нет денег чтобы вам заплатить все в порядке мы знаем что в один прекрасный день они заплатят если мы действительно им поможем так что доверие к нам исходит от самих клиентов уверенность исходит от вашей команды а ваши конкуренты всегда стараются подорвать вашу компетентность если ваши конкуренты тратят много времени на то чтобы подорвать вашу компетентность или уверенность в себе это означает что у вас все хорошо спасибо вам джек мой вопрос будет несколько изощренным речь пойдет о российской системе доставки лучше чем она есть сейчас однако очевидно что у нас нет таких финансовых возможностей как у вашей компании тем не менее в настоящее время у нас нет службы доставки alibaba это первый вопрос который мы задаем второй вопрос совершенно очевидно что производство товаров и услуг в российской экономике как и в других странах монополизированы государственными корпорациями что вы думаете о перспективах и эффективности с точки зрения экономического развития этих нынешних ситуаций на современном рынке первый вопрос заключается в том что мы создадим логистическую систему но у нас не так много денег как у alibaba так как же же вы можете добиться успеха не так ли скажите мне у кого-нибудь здесь есть деньги на создание логистической системы у меня нет денег на создание логистической системы я не думаю что у alibaba есть деньги на создание логистической системы в россии это стоит миллиарды 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 денег ни у кого нет таких денег у банка есть деньги которые вам не дадут вот вам и представилась такая возможность у вас их нет во-первых невозможно создать сложную передовую логистическую систему в течение одного года именно с такой проблемой и я столкнулся в 2001 2002 годах когда люди приходили ко мне и говорили когда мы занимаемся сбором денег люди спрашивают как вы можете добиться успеха в китае недостаточно интернета нет логистики нет кредитной карты нет денег нет талантов как же вы можете добиться успеха этот вопрос задают мне из года в год потому что ни у кого из нас нет денег в этом и заключается открывающаяся перед предпринимателями возможность мыслите творчески любой бизнес начинается с крошечного бизнеса мы когда основываем компанию alibaba стараемся я обращаюсь ко многим компаниям я обращаюсь к почте китая я обращаюсь к государственным предприятиям спрашиваю не могли бы вы помочь нам доставить товар они говорят что нет 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 вы слишком крошечные слишком маленький мы не доставляем товар поэтому мы обратились к предпринимателям которые хотели доставлять товары из своей собственной деревне собственного города собственной провинции так что мы им помогаем на сегодняшний день мы помогли доставить 65 миллионам посылок в день по всему китаю сколько человек работает над этим над этим работают три миллиона человек мы никогда не занимаемся этим сами мы не нанимаем на работу три миллиона человек мы помогаем им устроиться на работу так что позвольте мне сказать вам что 15 лет назад система логистики в китае была очень плохой почта китая работает с такой же скоростью как и сегодня в россии никто не верит что это сработает как же вы можете работать не так ли ведь китай тоже большая страна единственное что важно это то что у нас лучше больше населения больше людей но мы думаем что это открывает перед нами новые возможности в развитых странах затраты на логистику экономики сегодня составляют 12 процентов ввп от прежних затрат в таких странах как китай слаборазвитые страны развивающиеся страны они составляют 16 процентов ввп сегодня благодаря интернету мы можем снизить этот показатель до 7 6 процентов это зависит только от вас у вас есть такая возможность если вы хотите это сделать то это дело молодых людей если молодые люди захотят это сделать то вы им станете у вас есть шанс не разговаривайте с успешными людьми в этом горе убеждать успешных людей самое трудное дело мы не добились успеха в этом деле вы говорите что я хочу сделать это для своего города я думаю не обо всей россии а только о своем городе и вы обязательно победите если вы скажете что я хочу создать целую логистическую систему для всей россии у вас не будет ни единого шанса никто не даст вам денег потому что все работают в одних и тех же городах и когда вы соединитесь это будет грандиозно вот вам мой совет у россии есть все шансы на успех вы можете многому научиться на опыте алебаба в сокращенном виде наши посылки доставляются каждый день только нашей компании они больше чем посылка в целом по сша по всей стране мы добились того что это произошло за 10 лет вы тоже можете добиться того чтобы это произошло не так ли дело вовсе не в деньгах многие люди говорят если у меня будут деньги я обязательно это сделаю я утверждаю что у вас никогда не будет денег если вы будете заниматься этими вещами с полной самоотдачей если вы действительно захотите это сделать и добиться прогресса деньги обязательно придут это и есть первый вопрос второй вопрос касается монополии до россии я видел москву на этот раз очень красивую намного чище больше пробок очень плотное движение но я никогда не бывал во многих других городах я думаю что российская экономика должна быть в большей степени ориентирована на частный бизнес малый бизнес не стоит полагаться исключительно на нефть бензин энергетику крупные государственные предприятия у нас должно быть больше предпринимателей динамично развивающихся крошечных малых предприятий и именно в этом по нашему мнению заключается будущее бизнес-модели 21 века я думаю что если у нас будет больше малого бизнеса то каждый малый бизнес сможет экспортировать свою продукцию ну и кстати позвольте мне сказать вам что люди говорят что в россии очень развита электронная коммерция российская электронная коммерция сегодня это крошечный младенец ребенок меньше чем младенец на долю вашей электронной коммерции приходится менее 1 процента от общего объема российской розничной торговли сейчас ситуация больше похоже на ту что была в китае 12 лет назад перед вами открываются огромные возможности но не ждите что монополия сделает это сама не ждите пока появится государственное предприятие не ждите пока будет готова логистическая система не ждите пока будет готов банк вам следует сделать это до того как они будут готовы если все уже готово то зачем вы им нужны если у всех все готово то у вас нет ни единого шанса но будьте готовы к трудным дням да спасибо вам я знаю что 8 лет назад вы преподавали английский язык в университете и мой вопрос заключается в следующем английский язык вам очень поможет или нет считаете ли вы что с вашим английским нужно что-то делать да первый раз позвольте мне сказать вам что этот язык очень важен но то что вы хорошо говорите по-английски вовсе не означает что вы будете заниматься глобальным бизнесом мао цзэдун произнес здесь речь не так ли мао цзэдун не говорит по-английски никсон не говорил по-китайски но эти двое парней постарше заключили глобальную сделку между китаем и сша работая вместе именно ваше видение и вера в то что у вас есть изменили мир язык это очень важно это мне очень помогло из-за того что в будущем появится искусственный интеллект люди говорят что мне не нужно изучать английский русский или японский языки вот здесь есть кое-что что можно быстро перевести с помощью чипа нет дело не в языке все дело в культуре когда вы изучаете другой язык вы начинаете понимать другую культуру вы начинаете цените уважать другую культуру когда вы будете цените уважать другую культуру вас будут уважать и ценить другие люди тогда вы сможете работать вместе я сам выучил свой английский язык когда был ребенком я никогда не посещал ни одного дневного занятия по английскому языку за пределами Китая. Но я думаю, что понимаю западную культуру гораздо лучше, чем те китайские студенты, которые учатся за пределами Китая, потому что я изучаю не язык, а культуру. Когда вы уважаете другую культуру, когда вы цените другую культуру, вам легко заводить друзей. Если вам не нравится другая культура, вы никогда не заведете друзей. Если у вас нет друзей, как вы можете заниматься бизнесом? Так что я бы сказал, что язык мне очень помог. Но самое главное, что мне помогло, это мое уважение к другой культуре. Мне жаль, что я не умею говорить по-русски. Чем чаще я сюда приезжаю, тем больше я многому учусь. Я спросил одного русского парня, почему русский слишком жесток, а китаец слишком мягок. Как же они могут сочетаться друг с другом? И он задал очень хороший вопрос, сказав, Джек, в этой стране так холодно, что нам приходится быть жесткими. В моем городе Ханза такая хорошая погода, так что нам не обязательно быть жесткими. Так что если вам придется все делать с помощью переводчика, то ничего хорошего из этого не выйдет. Конечно же, иногда вам приходится это делать, не так ли? Но если вы понимаете язык, на котором можно общаться, вам будет легко общаться, легко понимать и быть понятым. Спасибо вам, я надеюсь, что отвечу на ваш вопрос. Мой вопрос заключается в следующем. Что бы вы посоветовали нам сделать для того, чтобы предоставить российским интеллектуальным продуктам доступ на мировые рынки? У вас хороший вопрос. У многих людей есть замечательные технологические изобретения, но они не могут заниматься бизнесом. В России слишком маленький рынок сбыта, а к внешнему рынку у нас нет доступа. Так как же же мы можем это сделать? Сотрудничайте вместе с другими компаниями. Партнерство с такой компанией, как Alibaba, может вам помочь. Таким образом, многие люди считают, что если вы хорошо разбираетесь в изобретательстве, то это означает, что вы плохо разбираетесь в маркетинге. Если вы хорошо разбираетесь в маркетинге, то, как правило, вы плохо разбираетесь в изобретательстве. Поэтому людям необходимо работать сообща. Если у вас есть замечательное изобретение, вы чрезвычайно весело и хорошо разбираетесь в изобретательстве и креативных технологиях. Вам необходимо найти хороших деловых людей в качестве партнеров. Сегодня я рад, что все мы пользуемся мобильными телефонами. Я не специалист в области технических знаний, но я знаю, что если мы хотим осуществить нашу мечту, у нас должны быть соответствующие технологии. Но если я не разбираюсь в этих технологиях, нам следует пригласить лучших инженеров и ученых. Я работаю вместе с ними, я прислушиваюсь к ним. Все, что вам следует делать, это всегда объединяться в команду. Я думаю, что создать именно такую компанию, как Alibaba, очень сложно. Нашей модели уже 18 лет, особенно в течение первого десятилетия, никто в это не верит. Все говорят, что Джек Ма глупый, сумасшедший, занимающийся тем, что никогда не принесет денег. Так что умные люди, богатые люди никогда не будут нашими конкурентами. Это дает нам шанс на успех. Найдите хорошего партнера, найдите хорошую команду и всегда сосредотачивайтесь на том, в чем вы хороши. Именно это мы и называем партнерством. Отвечая на этот вопрос, я даю вам совет для этих молодых людей. Если вам от 20 до 30 лет, пожалуйста, найдите хорошего начальника, не обязательно в хорошей компании. Учитесь у него, учитесь тому, как это делать. Когда вам исполнится 30-40 лет, попробуйте сделать что-нибудь сами, если вы действительно хотите это попробовать. Когда вам исполнится 40-50 лет, занимайтесь тем, в чем у вас хорошо получается. После 20 лет обучения вы должны заняться тем, в чем у вас хорошо получается. Когда вам исполнится 50-60 лет, потратьте некоторое время на поддержку молодых людей. Когда вам исполнится 60 лет, проводите время со своими внуками. Так что, когда вы закончите учебу, когда вы только поступите в университет, не думайте об этом. Я хочу уволиться из школы и стать еще одним Биллом Гейтсом, потому что Билл Гейтс ушел из Гарварда. В мире есть только один Билл Гейтс. Когда вы закончите учебу, найдите себе компанию. Самое главное, найдите хорошего начальника. Они могут обучать вас, дисциплинировать и говорить вам, что хорошо и правильно. Это гораздо важнее, чем хорошая компания. Не так ли? Конечно же, хорошая компания – это хорошо, а хороший начальник еще лучше. А затем продолжайте свою жизнь дальше. Все дело в партнерстве. Спасибо вам за это.